Привет, друзья! С вами первый образовательно-алкогольный канал. Меня зовут Игорь Черский, моего друга и спонсора по-прежнему зовут Николай Фритак. Он хозяин адвокатского бюро Фритак и сыновья, а также канала Фритак Медиа, на котором вы можете увидеть очень много интересных видео, и при этом они не все связаны с алкоголем. Напомню, пожалуйста, тем, кто смотрит нас впервые, о чем остальные видео. Ну, остальные видео, не алкогольная тематика, это юридические, околоюридические темы и вообще события в стране и мире глазами юристов. Да, и не только юристов. Я вам могу сказать, что я сам с удивлением обнаруживаю на канале у Николая таких людей, ну, в общем, которых не каждый день вообще видишь, и не каждый день есть возможность увидеть. Вот, фамилии называть не буду, но вы сами приятно удивитесь. И более того, разговаривают они там совсем не так, как разговаривают по центральному телевидению, что очень выгодно их отличает. Поэтому еще раз рекомендую подписывайтесь на Фритак Медиа, это очень познавательно и очень интересно. А у нас очередная задача. Мы по вашим многочисленным просьбам, теперь вот Николай закупает не просто вообще виски, да, где-то там, это здесь, это там, это где-то еще, а именно по магазинам, чтобы было понятно, в какой сети что брать. Я думаю, что вы уже успели посмотреть ролик 9 бутылок ирландского виски из Перекрестка. И на сей раз Николай нанес образовательный визит в магазин Винлаб. Совершенно верно, да. Скажи, ты там все скупил или там еще что-то осталось? Ты знаешь, честно говоря, разнообразие виски в Винлабе меня просто порадовало. Огромное количество ассортиментного ряда. И, кстати, вот реально наши опасения по поводу того, что шотландский виски исчезнет из наших магазинов, эти наши опасения, они остались невоплощенными. Потому что, раз российский виски не появился, а шотландский представлен в очень богатой линейке, причем и солодовый, и купажированный. И вот за что как раз ценю Винлаб, мы с Аркином делали выпуск по зерновым виски. И для этого выпуском я взял в Винлабе 20-летний зерновой виски стоимостью 2400 рублей. Уникальная вещь. Вот с тех пор Винлаб стал моим таким излюбленным местом тоже. Вот заглянул и увидел просто огромный ряд шотландского купажированного виски. Огромный ряд. Я купил 9 бутылок, их там реально гораздо больше, но, сам понимаешь, мы с тобой их просто не осилим. Да, я предлагаю разлить все это, чтобы оно подышало. А нашего режиссера попрошу потом все это смонтировать в быстром режиме. Потому что зрители жалуются, что долго это все. Ну, разлито все. Да, все разлито. Вот, теперь ему надо хотя бы пару минут дать подышать. Вот, но пока оно будет дышать, я могу уже смело начинать знакомиться с первой бутылочкой. Я так понимаю, что стоят они у нас в совершенно произвольном порядке. Да, и давай я озвучу цены. Цены сегодня на редкость гуманные. Самая низкая цена это 750 рублей за Black Beast, вот этот самый последний. Черного зверяка. Да, а самая высокая, наверное, вот 1800, это за Джонни Walker Red Label. Вот, ну, 1800, в общем, с одной стороны, высокая цена, но если учесть, что в последнее время мы все чаще видим какие-то, в общем, привычные средние виски за 4-5. Ну, вот, кстати, еще один критерий, которым я руководствовался, я подбирал купажерную виски до 2000 рублей. Специально. С выше двух брать не стал. Сейчас тебе жмут руку 200 тысяч моих подписчиков, потому что вот эти люди, да, они всегда нас призывают думать вот не только о, собственно, тех людей, с которыми работаешь ты, но и о тех людях, которые смотрят меня. Понимаешь, это немножко разные весовые категории. Друзья, правда в том, что мы с Черским уже почти год вместе дегустируем, и за это время я уяснил себе, что, оказывается, есть недорогие варианты очень хорошего качества. Ты стал ближе к народу. Стал ближе к правде. Да, отлично. Это замечательно. Так, возьмем первый образец. Вот, пожалуйста, показываю в камеру. Вы просили крупные планы, их есть у нас. Так, и это у нас виски купажированные Мествил. Ну, минимальный срок выдержки дистиллята в три года. Состав вода исправленная, содовый, зерновой, висковый выдержанный дистиллят, краситель сахарный колер. Так, и делает это, значится, изготовитель BGV. Словакия. Словацкий виски, ничего себе. Блин, ухти, напортачил. Что случилось? Может, уберем, мы шотландский виски говорили. Ну, подожди, может, там и шотландский будет. Все равно будет шотландский. Ну, интересно же попробовать словацкий. Я никогда не пробовал словацкий виски. Но, друзья, я думаю, что, конечно, дистилляты здесь вряд ли использованы конкретно словацкий. Я что-то раньше не помню, чтобы из Словакии поставляли классные виски. Я думаю, это как армянский виски. То есть, Словаки тоже воспользуются ситуацией. Завозят в бочках шотландский дистиллят и разливают для нас. Да, друзья, я думаю, что происходит именно по этой схеме. Еще когда мы снимали в метро с их маркетологом по крепкому алкоголю, Анной Черных, она сказала, что сейчас многие американские, шотландские виски, они поступают в Европу, там разливаются. И к нам уже поступают, как, соответственно, словацкие, венгерские, там еще какие-то, я не помню. Французские. Да, да, да. Так, ну хорошо, хорошо, давай заценим, что же нам тут братья Словакия налили. Тоже такой весьма неожиданный. Карамелька очень приятная. Аромат, скорее леденцин. Не совсем, я прямо скажу, он вискарный. Ну, давай, дегустируй. Так, не челкаемся, да, уже. Мы же с тобой, как эти, как сомелья, они же не челкаются. Тостов не поднимаем. Тоска зеленая, в общем, ну ладно. Ну. Слушайте, друзья, если вы хотите ненавязчивой ароматной виски, то это прямо вот на стол. Да, вполне симпатичный. Если учесть его гуманную цену 1350 рублей, ну, явно они туда налили, ну, действительно, что-то висковое. То есть, опять же, к моему большому сожалению, пока что вот даже словацкий экземпляр выгодно отличается от тех типа бюджетных виски, которые разливают в России. С чего у нас в России сейчас разливают, я не знаю. Но я всегда вспоминаю поговорку, что русские долго запрягают, потом быстро едут. Вот, поэтому, давай, пусть наши вискоделы пока позапрягают, да, мы пока попьем вот эти все словацкие и шотландские. Вот, а потом внезапно у нас окажется свой прекрасный виски, просто нужно немножко подождать, правда же? Да, еще лет 10. Слушай, ты знаешь, время так быстро летит, в компании с нами особенно. Так, переходим к следующему образцу. Ой, значит, это у нас, вот бутылочка. Все успели рассмотреть? Блендер скотч виски, дистиллированный в Шотлэнде. Так, называется Клифф Ален премиум, а дальше мелкий шрифт. Состав зерновые, солодовые, висковые дистилляты, выдержан не менее трех лет, то же самое, да. Так, вода питьевая подготовленная, пищевая добавка пищевой краси. Да. Изготовитель Соди Ко, страна происхождения Шотландия, да, соединенной коллективой Великобритании и Северной Ирландии. Так, но... Да, а поставляет его синергия импорта. Кстати, мы градус там забыли прочитать, здесь 42, а там... Да, ну, 40, везде 40, вот только эта бутылочка 42 градуса, выгодно отличается. Ну, посмотрим, сильными отличается. Так, давай-ка, заценим. Ну, давай, чокимся, ты прям хочешь... Твое здоровье. За мое здоровье, друзья. Слушай, симпатичный аромат. Более какой-то вот... Не знаю, вряд ли его, конечно, выдержали в хересных бочках, но немножко такой вот оттеночки есть. Смотрите, я прям удивлен, друзья, если честно. Учитывая, что я брал специальный бюджетный вариант. Да, это стоит 1500 рублей. Могу сказать, что приятно удивлен. Да, давай попробуем. Слушай, ну он даже еще лучше, по-моему. Отличный вискарный вкус, да. Косово-байркин вкусненько. Друзья, я уже говорил в предыдущих выпусках, что мы живем в эпоху перемен, вот, когда рушатся какие-то старые какие-то устои, привычки и так далее. Но я вам скажу, что все вот эти привычные Джемисон, Рэд Лейбл, там, не знаю, Чивос, там, Балантайнс и прочее, да, они у нас так популярны вовсе не потому, что они прям лучшие, да. Они популярны, потому что, начиная с перестройки, огромные деньги вкладывались в их продвижение. А в продвижение вот этого, вот, то, что сейчас появилось, не вкладывалось ничего. И даже, собственно, ну, в нас с Николаем тоже никто ничего не вкладывал, да. Ты же на свои кровные покупал, правильно? Да. Вот, но в этом и прелесть образовательного канала и честной юридической конторы, да, показывать вам хорошее и честное, да, и честно говорить, что вот это стоит мало, но при этом отлично, берите, ребята, берите и радуйтесь, да, и чтобы у вас, как бы, было хорошее настроение, вот, и при этом вы не остались без денег, еще могли детям деду купить. Это же тоже важно, правда? Да, знаешь, я действительно рад, потому что, когда мы летом прошлого года дегустировали российские виски, мы делали это без исходности, потому что мы думали, шотландских уже не будет, пора переходить на российские. И вы помните два безумных ролика, когда нам с Игорем было реально плохо. Да, да, после второго, особенно. Да, вот, и вот так, когда вернулись недорогие скотчи, прям, ну, я радуюсь, действительно. Потому что мы же понимаем, что эмбарго там ввели не тотально, запрещают поставлять алкоголь дороже 300 евро. Просто крупные гранды сами по себе отказались поставлять. А есть мелкие шотландские дистиллерии, которые всегда рады предложить нам свой товар. Ну, не нам, через какие-то промежуточные, там, видимо, компании. Потому что напрямую вряд ли они имеют такую возможность. Но это замечательный продукт, то есть за свои полторы тысячи рублей это, как бы, очень даже симпатично. Ну, и, безусловно, мы понимаем, да, то есть закупают, конечно, наши профессиональные, вот, и, короче, алкоимпортные компании, так можно сказать, да? Ну, да. Виноимпортные компании, да. Очевидно, они же все это пробуют, они подбирают. Не слепой они же отберут, правильно? Да. Это мы пришли в слепую купили для дегустации. Они, скорее всего, выезжают на место, как-то все пробуют. И подбирают уже линейку для дальнейшего импорта. Ну, и особенно приятно, что их не обманывают, да? То есть то, что они пробуют, да, потом приезжает то же самое, а не что-то сильно хуже. Ну, как это иногда бывает. Хорошо. Так, значит, второй виски у нас тоже прошел аттестацию, даже оказался лучше, чем этот. Я пока тот второй передвинул на первое место. Вот. Значит, следующий образец у нас. Показываю. Крупно. Запомните эту антитетку. Называется «Семь ярдов». Семилетний шотландский виски. Купажированный. То же самое, выдержанные висковые дистилляты произведены в Скоттланд, Юнайтед, Киндом, Соединенных Крэстов, Легипритании, Северной Вайранде. Элегантный купаж солодовых и зерновых висковых дистиллят, произведенных и выдержанных в Шотландии. Не менее семи лет в отборных бочках из американского белого дуба. Так. Хорошо. Прекрасно. Так. И здесь 40 градусов. Ладно. Давай заценим. Так, цену, цену я не назвал. Цена 7 миллиардов 890 рублей. Один из самых недорогих. Что-то я не понимаю ценообразования. Почему семилетний стоит дешевле, чем трехлетний? Где логика? Логика, видимо, в том, какие бочки используются. Видимо. Где-то бочки подешевле, где-то бочки подорожнее. Ну, хорошо. Аромат, ну, такой, не ярко выжиженный. Ну, приятный. Ну, а виски вы нормальный. Твое здоровье. Друзья, ваше здоровье. Ваше здоровье. Ну, да. У него и запах, и вкусовые свойства чуть-чуть похуже, чем у первых двух. Попроще, я бы сказал. Он попроще, да. Но, тем не менее, друзья, это можно безопасно пить. Это ощущает, что ты пьешь виски. Это точно виски, да. Интересное пойло какое-то, да. Да-да-да. То есть, вот, в отличие от разных шедевров, которые производят какие-нибудь компании, типа Алвисы, да, и когда вы пробуете, что это было, почему это называется виски. Это не может называться виски. Керосин. Нет, это виски. Это нормальные виски. То есть, вот, если вы захотите, там, особенно встреча с какими-то друзьями, какой-то день рождения, где надо много выпить, да, вот. Вот, вы можете смело просто пойти в Винлайбе, купить за 890 рублей вот этот 7 yards, вот, и все, и все будут довольны и счастливы, еще будут удивляться, где ты достал настоящую 7-летнюю Шотлайн. Главное, не говорите им, сколько она стоит. А то ведь все сметут. Слушай, ну, сегодня просто праздник какой-то. Пока вообще ни одного этого. Да, мне тоже душа радуется. Три образца, причем будет, да, 890 рублей, друзья, это прямо на уровне российского же виски. Вот, цена ничем не отличается. А качество прямо в другой уровень. Так, переходим к следующему образцу. Хай комиссионер блендер скотч виски, вот он. Значит, он у нас тоже 7-летний, и я его, кстати, пробовал. Мне его в мои годы работы Дедом Морозом подарил какой-то добрый папа, у которого там стоял ящик. Он сказал, вот тебе дедушка там, отметишься со снегурочкой. Вот, и отличный образец оказался. Значит, купаж созданный из отборных солодовых и зерновых виски, выдержанных в бочках из американского дуба не менее 7 лет, отличается букетом с идеальным балансом между нотами, принесенными окуренным торфом солодом и оттенками длительной выдержки, идеальным в чистом виде. Да, я помню, что там были дымные нотки. Вот, и возле к нам ладога это все хозяйство, да. Ну, да, Шотландия, все, все, все как положено. Удивительно. Так, а сколько он стоит-то? 1200 рублей? Я был уверен, что это дороже. Чудеса какие. Блин, запах потрясающий. Похоже, Дед Мороз теперь у нас ты. Игорь, запах, отлично запах. Да. Глубокий такой. Да. Ну. Слушай, давай за тебя, вот все-таки, ты большой молодец. Ты большой молодец, и очень многие люди тебе скажут спасибо после этого выпуска. Будь здоров. Слушай, ну для меня само это удивительно. Я зашел просто в Винлап, и это была слепая выборка, можно сказать. Ничего из этого я не пробовал, кроме балантаница. И то здесь какой-то лимонный, хоть до него пока еще не дошли. Сейчас дойдем. Но пока попробуем хорошее. Ну, конечно, дымность здесь особо не ощущаю. Дымность я тоже не ощущаю, куда-то наделось. Может, я какой-то другой хай комиссион попробовал. Ну, тоже такой симпатичный, но я тебе скажу, что вот мне второй понравился больше. Да, пока Клифален держит первое место. Вот, я тоже. Клифален, да, держит первое место. А слушай, а мы можем прям бутылки двигать, вот, чтобы не перепутать. Да, давай пока Клифален передвинем на первое. Не, не, я пока, знаешь, я выставляю, как они стоят, потом я... А ты что, запомнишь потом, где чувствуешь? Так я запомнил, что Клифален, да. А, ну хорошо, ладно, хорошо. Так, движемся дальше, и у нас Балантайнс бразильский, бразильский лайм, спиртовой напиток написано. Так, интересно, что это такое. Я этого еще ни разу не пробовал. Так, спиртной напиток на основе виски. Состав виски шотландский упажированный. Купаж висковых зерновых выдержанных дистиллятов, висковых солодовых выдержанных дистиллятов. Вода исправленная, вода сахарный сироп, экстракт лайма, натуральные ароматизаторы. То есть, помимо экстракта лайма, есть еще какие-то натуральные ароматизаторы. Так, изготовитель Чивос Бразерс. Ну вот, ну да, то же самое Шотландия. А возят это к нам. Не вижу, кто возит. А, Русь. Русь возят. Так, и градусов здесь. Где они градусы? 40. 35. Что, серьезно? Да? Блин. Обвесили? Ужас какой. Не додали? Ужас. Ладно, сейчас попробую. Ужас или нет? Ну, поэтому написано, что не виски, а висковый напиток. Так, жидкость номер пять. Не ожидал. Как балонтанься такой. Ничего, ничего, ничего. Давай, давай. Это же не балонтанься, это же братья Чивос. Тут же, ну да, такой цитрусовый ароматик, конечно, сразу чувствуется. Угу. Ваше здоровье, дорогие друзья. Такой ликерный запах. Ну, коктейльный уже, как бы, такой. Знаете, мне кажется, отличный дежестив. Соглашусь с тобой. Льда туда еще добавить. Но это даже, знаете, тут не лайм, как бы, тут больше оттенок цедры. Цедра лимонная, цедра апельсиновая. Вот. Кстати, имейте в виду, что когда вы срезаете цедру, чтобы ее куда-то добавить, да, очень старайтесь, чтобы ее лучше срезать вот ножом для очистки картофеля. То есть, тогда вы срезаете только вот эту, ну, если с апельсином, то оранжевую, если с лимоном, то желтую, да, но не срезаете белую вот эту, которая внизу, потому что она даст горечь. Вот. Если ты хочешь, например, вот к чаю насушить, да, то сапельчинчик срезай вот без этой белой штуки. У тебя будет прекрасный ароматизатор там к чаю, почему хочешь. Возникает желание провести этот баллантайн вне конкурса. Потому что... Ну, да, потому что... Да, но, слушай, у нас тут особо конкурса нет, потому что иначе мы сделаем же слепую дегустацию. Просто наша задача, да, не затягивать по времени, да, там, не определять, безусловно, победителя, да, а просто дать вам понять, что в каждой бутилке находятся. Потому что не у каждого есть возможность купить вот 9 бутылок, перепробовать, потом решить. А, ну я тогда, наверное, буду в следующий раз брать только вот эту, да, а остальные чё, куда? Так, движемся дальше. Highland Mist, тоже 7-летний, продукт в Шотландии написан. Демонстрирую бутылочку. Так, и читаю этикеточку. 7 лет выдержки, шотландский купажированный, зерновые, соды, висковые дистилляты, выдержанно не менее 7 лет, вода питьевая, пищевая добавка, пищевой краситель. Так, всё. Так, страна происхождения. Значит, Соединённая Королевская Легипритания и Северная Ирландия. Местонахождение Лондон. Так, адрес производства, где? Вот, Шотландия, ну, наконец-то. Хорошо. Так, градусов здесь 40. Синергии сюда это тоже поставляет. Хорошо. Так, у нас это по счёту... Это знаешь такую компанию Синергия, да? Да. Я только раз её слышу. Ну, она есть, видишь, вот, возит. У тебя по-прежнему прекрасный аромат. Да, по-прежнему вискарный. Так, я сцену забыл назвать. Значит, Ballantines у нас, кстати, стоил 1550, а вот этот Highland Miss стоит 1160, то есть он дешевле. Ваше здоровье. И мне нравится. Да, мне тоже. Тут, наверное, больше каких-то табачных ноток, я бы сказал, во вкусе. Такой. Знаешь, как будто ты... Ну, вот у вас был выпуск про сигарные коньяки, а здесь как будто ты покурил сигару, потом выпил виски, да, только вот... Сигар никакой не было, а вот прикус есть. Ну, честно говоря, сигару здесь не ощущаю, но... Ну, кажется, чувствует своё. Это точно. Ну, хорошо, ладно, не сигар, но беломор, ладно. Договорились, хорошо. Не будем лукавить. Да, хорошо. Но тоже, ребят, тоже вполне нормальные, симпатичные виски, и... Ну, не буду, конечно, забегать вперёд, но я не думаю, что прям три последних оказывается какой-то ужасной гадостью, поэтому заранее хочу сказать спасибо тому человеку, который отвечает в Винлабе за крепкий алкоголь, потому что действительно очень серьёзная, качественная работа. То есть, если, например, в КБ, к сожалению, сейчас, да, ты ходишь как по минному полю, то есть можно купить что-то хорошее, да, а можно рваться на какой-то ацетон просто реальный, да. Я не знаю, как это получается, да, потому что раньше я был абсолютно уверен в том, что человек, который за крепкий алкоголь отвечает в КБ, он как бы абсолютно компетентный и профессиональный. Но сейчас, возможно, что-то идёт в обход прекрасной девушке, или её вообще никто не спрашивает, да, и закупают просто уже... Закупают то, кто закупается. Ну, видимо, да. Ну, хорошо, ладно, не будем о грустном, продолжим про Винлаб. Следующий образец, всем известный Джонни Уокер Red Label, вот. Шотландский аппажированный, как обычно. То же самое зерновые, солодовые, висковые дистилляты выдержали не менее трёх лет. То же самое происхождение Шотландии. Так, то же самое 40 градусов. Возит это к нам та же самая синергия. То есть, ничего нового. Сейчас сравним. Правда, Red Label, вот я напомню, недавно ушёл из жизни Бахтан Кикабидзе, великий советский, российский, грузинский актёр. И я вот на фоне этого печального события пересматривал фильмы с его участием. И в том числе посмотрел, хоть и в первый раз, фильмы «Тасу полномочен заявить». О, это длинное кино было, да? Да, это целый сериал. И там основные действия разворачиваются в некой выдуманной африканской стране. Нагонии. Нагонии совершенно. Загнали. Потому что я его в детстве смотрел, раза три нагрел. Да, и там как раз вот, скажем так, все зарубежные люди, журналисты, там, агенты и так далее, пили именно Джонни Уокер Red Label. Да-да-да-да. А Кикабидзе играл Джона Глэба. Да, главного злодея. Агента Циверу. Потому что, вот смотришь фильмы «Мино», супер положительный герой, смотришь «Тасу полномочен заявить», просто редкостная гнида. Ну да, но потому что, ну и как бы у него диалоги же другие. Вот, хорошо. Да, причем это у нас сегодня самый дорогой образец, он стоит 1800 рублей. Так, ну давай, давай пишу, хода отведаем. Какой-то запах похуже, чем у предшествующих образцов. Вот. Да? Он не такой выразительный. Да-да. А все почему? А знаешь почему? Потому что раньше мы просто с тобой шли в магазин, брали Red Label, и только его и пробовали. Они сравнивали его с девятью другими. Да их просто не было. Да нет, ну они были, но просто, понимаешь, при всем разнообразии выбора человек приходит, вот понимаешь, это вот как вот в ресторане, да, то есть, например, нормальный человек, он приходит, если в ресторан отедут тоже много раз, да, он заказывает разные блюдаши, по-моему, меню. Да, а я куда не приду, если там будет стейк, я возьму стейк, да, если там будет шашлык, я возьму шашлык, все, и все остальное в меню ресторана я его не узнаю никогда, понимаешь, вот у нас был ресторан у дома, да, вот, напряжение лет, наверное, 20, я там только вот, ну, у них был прекрасный блюля-кебаб, да, там еще что-то, ну, 3-4 блюда максимум, хотя у них было их там штук 300. Вот, вот, друзья, именно поэтому очень важно все время искать лица и открывать что-то новое, или хотя бы смотреть наш канал, чтобы с помощью нашего канала открывать. открывать. И мне не веду, да. Да. Ну, слушай, все-таки это, конечно, классика, то есть, аромат у него, может, был немножко и не тот. Вот, Слив, блюем клефалом, ну, ты сравни. Ну-ка. Ну, кстати, клефален твой, клефален, мне теперь кажется, более спиртуозным, чем этот, не знаю, сейчас сравню, конечно. не, мне Джонни все-таки нравится больше. Ну, во-первых, он помягче, во-вторых, там тоненький намек на дымность есть на мою любимую. Чуть-чуть, не знаю, откуда она там берется. Ну, дымность, она же есть в черной марке. В черной, да, Black Label, это я вообще понаблю Black Label. Вот, но, не, Джонни молодец. Джонни это, как бы, конечно, проверенное временем, но, на самом деле, благодаря тебе, мы обнаружили много интересных вариантов, да, которые при этом еще и дешевле. Так, но не забываем, что у нас осталось еще два образца, поэтому прополучим рецепторы. Так, виски Катти Сарк. Так, изучаем, значит, так. Шотландский купажированный виски Катти Сарк был создан в Шотландии в 23-м году и получил, слушай, сто лет ему, получил свое название через знаменитого корабля Катти Сарк. Изначально создавался как купаж с удивительно легким и мягким вкусом и до сих пор сохраняет любимыми миллионами стилистику. Выдержка не менее трех лет. Так, ну да, Шотландия, 40 градусов, сюда его возят, кто его возит? Ладога возит. Спасибо, Ладогин. Пару слов о Катти Сарк, друзья. Вот действительно, здесь изображен корабль, да, Катти Сарк. Без обману. Но это не просто корабль, это знаменитый клипер. Дело в том, что англичане, будучи большими любителями чая, они завозили его из Китая, из Индии, и вот у них считалось очень круто попробовать свежий чай в нового года сбора урожая. И вот такую быструю досугу обеспечивали эти легкие корабли, клиперы, которые были оснащены большим парусным вооружением, были очень узкие. За счет этого они развивали, ну, по тем временам потрясающую скорость и могли доставить британским ценителям свежий китайский чай. Супер. Я, кстати, тоже могу сделать лирическое отступление по поводу Кати Сарк. Дело в том, что в 90-е я работал на радиостанции «Серебряный дождь» и помимо того, что я там вел первую передачу об интернете в российском эфире, которая называлась «Сильвернет», я сочинял ролики. И к нам пришел Катя Сарк, но не виски, а сеть фитнес-клубов у нас была. Катя Сарк, да? Да, сеть фитнес-центров Катя Сарк. Я не знаю, существует она до шпора или нет, и как они там согласовывали это название, но она была. Вот. И они просили какой-то необычный ролик. Я им написал необычный ролик, самое удивительное, что они его утвердили, потому что обычно серьезный клиент юмор не любит. А ролик был такой. Начинался он с такого, знаешь, мерзнейшего старушечего голоса «И сами вы уроды! И жена ваша уродина! И дети ваши будут уродами!» И дальше такой удар двери, знаешь, в подъезде. То есть старуха сказала, дверь заходила. И тогда, значит, голос такого задрота, значит, говорит «И тогда мы с женой пошли, собеснялись, в этот фитнес-центр Кати Сарк». Вот. Жена там стала выглядеть на 10 лет моложе, похудела, постранела. Вот. Я подокачался, дети стали тоже бодрыми и веселыми. И вы знаете, помогло! Соседка повесилась. Хорошая роль, правда? Я что, люблю Игоря Черского. У него, знаете, таких историй прям целый мешок. Слушай, мы из-за этого ролика меня возненавидел Владимир Соловьев, потому что у нас тот момент Владимир Соловьев, ну, вот этот наш современный голос телевизора, он вел утреннее шоу. Вот. А ролик пустили в прайм-тайм в его шоу. И каждый раз после выхода ролика, значит, Соловьев начинали обрывать, значит, телефон люди и говорили, как вы можете такой ужас и кошмар пускать в эфире? А Соловьев говорит, это не я, я не имею отношения. Вот у нас есть Черский, вот он больной человек, а есть еще Дмитрий Савицкий, директор, второй больной человек, который этот ролик пропустил. Но Соловьев, бедно оправдывался, полгода, полгода в каждой передаче, он объяснял, что это не он, что не он сочинял ролик. А я сидел, потирал руки. Такая вот история, да. Ну, давай, слушай, попробуем, наконец-то, клипер, он же фитнес-центр. Честно, мне запах не понравился. Ну, после такой истории, конечно. Тебе сразу повешенная срезка мельчится? Тоже, но вкус козы тоже такой. Ванничуват. Спитой чай такой. Зря ты про чай рассказал. Спитой чай, в который добавили немножко табака. Ну, слушайте, вот Катя Сарк вообще ни о чем. Я не знаю, я его раньше не особо пробовал, может, он всегда такой был, потому что он сейчас такой стал, но такой. Так, и стоит это сокровище 1250, а мне кажется, Seven Yards за 890, который у нас номер 3, гораздо лучше. Согласись. Да и Нерфилл и Словакия. Да. Вот, друзья, поэтому, если кто-то из вас вообще помнит Катя Сарка, это сколько, 100 лет уже производится, то пора уже отправить на свалку историю, открывать для себя новые, интереснейшие напитки. Так, и финальный наш экземпляр на сегодняшний день шотландский купажированный виски Black Beast. Так, из сердца Шотландии напитку предпосущей глубокий золотой цвет, гармоничный букет с оттенками течменного солода благородного дуба. Как они отличаются от дуба благородный, а какой нету? В чем разница? Я думаю, это просто маркетинговый оборот речь. Благородный, который, наверное, в ясной поляне растет, а неблагородный, который вырос рядом ПТУ. Нет, я думаю, что благородный тот, кого назвали благородный, а кого не назвали, он неблагородный. Ну, хорошо. Так, ну, главное, что это Шотландия, крепость у него те же самые 40 процентов. Вот, возят сюда это Ладога. Вот. Сейчас заценим. И цена его... А кто возит Катя Сарков, напомни? Катя Сарков возит тоже Ладога. Тоже Ладога, да? Ну, по привычке. Может, 100 лет. Так, и он, кстати, у нас вообще самый дешевый, 750 рублей. Слушай, абсолютно нормальный висковый аромат. Надо попробовать. Да, он нормальный, он нейтральный, такой очень легкий. Но хоть сильно уступает тем нею и другим образцам. Уступает, да, он попроще, вот, он чуть более спиртуозный, но, ребят, это тоже виски. Это не какой-то ацетон, это не какой-то скипидар, вот, это не какая-то гремучая смесь, где забыли отобрать голову или краску. когда вспоминаешь его цену, готов все просить, уже делать мелкие недоработки. Абсолютно. Отсутствие богатого букета, глубокого вкуса, друзья, конечно, это тяжело ожидать, от бутылки это стоит 750 рублей. 750 рублей. Тем не менее, да, ты пробуешь виски. Да, это абсолютно нормальный виски, вот, 0,7 литра. Тоже можно брать на компанию, тем более, сейчас же у нас весна наступила, вот, очень скоро начнутся всякие пикники, шашлыки, вот, виски, он, конечно, напиток такой, который закуску не подразумевает обычно, но, для наших людей никогда нету никаких правил, вот, поэтому, шашлычок можно не только под коньячок, можно под виски, под что угодно. А, давай, наверное, расставим, что, места, ну, первую тройку хотя бы определим. Ну, надо подумать еще. Ну, ты можешь подумать, попробуй. Несколько претендентов на лидерство, ну, и это, могу сказать, это первые четыре бутылки. Вот прям как стоят? Да. я порядок, ну, этот, клип, я все-таки вперед бы выделил. Ну, давай, вот, я пробую хай-комиссионер, 1, 2, 3, 4. Хотя, он, конечно, и дороже, полторы тысячи, но он прям отлично. Вот этот второй, да, он у нас. А ты все рюнки не переставлял, разве? А, переставлял, точно. Ну, я только эти две переставлял сейчас. Хорошо, что ты заметил. Обычно это замечают наши зрители. Спасибо, дорогие зрители, потому что, ну, после девяти образцов мы иногда путаемся, ну, потом в комментах поправлять, но исправить уже ничего нельзя. На сегодня раз бдительный Николай сразу заметил ошибку, исправил. Ну, все, к тому же, мы снимаем после рабочего дня тяжелого. Тяжелейшего, я бы сказал. Тяжелейшего, да, еще после командировки, после самолета. Но ты же опять защищал справедливость, честных людей. пытался защитить. Получилось? Ну, пока непонятно. Мы в тебя верим. Да, все контакты компании FreeTag и сыновья вы можете найти в описании ролика. Если вам нужно по юридическим вопросам обращаться, всегда обращайтесь. Также рекомендую подписываться на канал FreeTag Media, где много познавательных видео по юридической тематике в том числе. Друзья, я вам советую смотреть канал Игоря Черского. Это я считаю лучший алкогольный канал на просторах российского ютуба. Спасибо, но друзья его и так смотрят, так что меня можно здесь не... Слушай, меня прям поражают. Что такое ароматные виски-то? Здесь точно нет никаких добавок? Ну, нет. Ароматизированных. Да понюхай, да? Настылка. Самый первый? Самый первый. Я его уже, по-моему, весь выпил. А, подожди, ну да. Слушай, ну, я бы, кстати, пешеходик куда-нибудь двинул бы на говорим там четвертое место или третье, потому что, он, в общем, достойный. И, и ты знаешь, Black Beast явно не последний. То есть, давай у нас, наверное, вот этот выйдет из конкурса, да, у нас не конкурс, потому что он у нас ароматизированный. Ну, давай вот так вот сейчас порешаем. Слушай, давай последний, у Катя Сарк. Правильно я понимаю? Да, он последний, да. Вот мой лидер, кстати, я вот скажу. Мой лидер, это Клиффалин. Так и стайк его вперед. Он мой лидер. Это вот его лидер, да? Стас согласен. Согласен, да. Абсолютно. Вот. Честно скажу, вот на третьем, вот если здесь нет никаких добавок, это почетное третье место. Да? Ну, и дальше идет Хайка Миссионер. Ну, я бы все-таки на четвертое место уж точно поставил вот Джонни Уокер. Ну, это дело твое, ну, давай хотя бы их вот так вот. Вместе поставим, да. Вместе поставим, да. Так, нормально? Нормально, да. Согласен. Ну, и вот эти они примерно одинаковые, примерно похожи, ну, вот. Напомню, что Клиффарин стоит полторы тысячи. Да, друзья, и, кстати, между прочим, между прочим, у меня для вас хорошая новость. Несмотря на то, что вот эти вот напитки, которые принадлежат компании Ладога, предоставляла нам не компания Ладога, на них по-прежнему действует магический промокод ЧЕРСКИ, да, ЧЕРСКИ, который был в роликах, где мы дегустировали уже от компании Ладога, соответственно, Ромы, Кальвадосы, Армоняки, и так далее и тому подобное. Значит, скидка 20% по промокоду ЧЕРСКИ действует. В магазинах Монополь ШОП, ссылки, пожалуйста, с твоего позволения размещу в описании ролика, вот, потому что... Я когда покупал Винлаби, я мог воспользоваться твоим промокодом? Винлаби не мог, потому что это другая сеть магазинов. Вот. А это Монополь ШОП, но хорошая новость заключается в том, что они есть не только в Москве, но и в ряде других городов, в том числе и в Сибири, там, в Нижнем Новгороде, там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому вы можете сэкономить. Вот. Но на самом деле, если в Винлаби они дешевле, и без промокода, то берите там. У нас же нет какой-то задачи, чтобы направить вас в какой-то конкретный магазин. Собственно, у нас для этого существуют группы ВКонтакте, группы в Телеграме, вот, где вы можете обсуждать, делиться скидками, и говорить, вот, вы рассказываете про это, я вот увидел, у нас сейчас по акции там-то, там-то, столько-то, столько-то, берите, пожалуйста. Вот. наша задача, как образовательного канала, найти для вас что-то хорошее, показать, да? Где вы это купите, нам все равно. Путем, путем экспериментов. Да, если у меня есть скидка, соответственно, в этих Monopoly Shop, окей, отлично. Если без скидки в другом магазине вы найдете, тоже отлично, я только буду рад за вас, что вы нашли отличный продукт по отличной цене. Так, ну, с порядком мы разобрались. Осталось только еще раз поблагодарить тебя за твой образовательный налет на магазин Винлаб. Очень продуктивный, очень познавательный. Вот. Спасибо тебе за твой труд. Спасибо твоей прекрасной съемочной группе, которая обеспечивает такую замечательную картинку. Вот. И мы не прощаемся. Да. Игорь, мы все стараемся, чтобы твои зрители получали... Наши зрители. Наши зрители. Наши зрители. Не просто удовольствие, а прям многостороннее удовольствие. Многостороннее удовольствие, в том числе и от того, что они купили хороший продукт за гуманную цену. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Поднимает ли Фалин? Ура. Субтитры создавал DimaTorzok